Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня я сделаю самостоятельную диагностику и настройку газобаллонного оборудования 4 поколения своими руками. Мой автомобиль, укомплектованный газобаллонным оборудованием 4 поколения, с недавнего времени начал брать много топлива. И необходимо разобраться в чем же проблема. Поездив по СТО, я заметил, что там стоят большие очереди. Нужно записываться и каждый набивает себе цену. Поэтому, не долго думая, я решил купить адаптер и сделать диагностику и регулировку самому. На меня установлен блок управления фирмы Компакт, который имеет выходы для регулировки. Для каждого блока управления ГБО-4 есть свои адаптеры. Поэтому, покопавшись в интернете, я подобрал адаптер для блока управления Компакт Зенит. Вот он такой внешний вид имеет. Пришел по интернету. Адаптер имеет такую аккуратную коробочку. Открываем. Здесь находится пакет с проводом. Если его открыть, то можно посмотреть, что же в нем есть. Здесь есть сам провод и бумажка с ссылками на сайты, где можно скачать драйверы и программы для диагностики. Набираем в адресную строку этот адрес и попадаем на сайт wach.com.ua. Здесь есть все драйверы и подключение. Сейчас я попробую подключить сначала без драйверов просто к ноутбуку. А потом посмотрим, может потребует дополнительного драйвера еще для этого. У меня на ноутбуке установлена операционная система Windows 7 максимальная. Разрядность 64. На других системах может устанавливаться немножко по-другому. Итак, начнем. Подключаем шнур к USB разъему. Интернет у меня подключен. И смотрим, что же будет показывать. И пишет, что не удалось найти драйвер. Можно строить выполнение с помощью Windows Subdata. Пробуем с сайта продавца. Я скачал драйверы и программу для диагностики ГБО 4. Вот мой компакт. Здесь есть разные версии. Я выбираю 1.69. Мне пока этого хватит. Скачался установочный файл. Теперь открываем его в указанной папке и устанавливаем программу на компьютер. Здесь есть языки итальянский, английский. Мне конечно русский желательно. Ладно, пока установим английскую версию, потому что я русскую не нашел. Может быть, в самой программе будет русификация. Программа установлена. Здесь уже есть выбор. Языки русские есть, даже украинский. Программа начала работать. Начинает искать порт при зажигании и появляются все основные параметры на русском языке. Значит английскую версию можно устанавливать смело. В первую очередь необходимо разобраться, как подключить адаптер к блоку управления ГБУ. Вот у меня блок управления и от него отходит провод. Один идет на азовые форсунки, а второй идет на блок контроля, который установлен в автомобиле. Вот на этот блок идет провод, который необходимо отключить и подключить туда адаптер. Отсоединяем провод с блока управления и подключаем к этому разъему наш адаптер. Здесь не перепутаешь, потому что есть паз и выемка с двух сторон. По-другому никак не подключишь. Вот провод подключен. Второй USB разъем необходимо подключить к ноутбуку. Напомню, что подключение адаптера проводим при выключенном зажигании, потому что он может сгореть. Подключаем USB выход к ноутбуку и включая программу. Длина провода позволяет подключиться у любой точки автомобиля или же поставить где-нибудь и он не будет мешать настройке. После подключения адаптера к ноутбуку необходимо включить зажигание на автомобиле и запустить программу на ноутбуке. И запускаем программу на ноутбуке. Вот здесь появился такой ярлык, пошла загрузка программы. После этого необходимо в первую очередь проверить параметры редуктора, какое давление выдают. Для этого заводим машину, даем нагреться до рабочей температуры и управляем давление. Программа показывает повышенное давление. Вот оно, 1,73. Этот параметр должен быть 1,15, 1,3. С помощью такого шестигранного ключа на редукторе необходимо отрегулировать винт давления. Он находится здесь у меня. Редуктор Томасета. Поджимаем для того, чтобы уменьшить давление. Прокручиваем и смотрим на показания. Давление немного понизилось. 1,67. Значит необходимо закручивать дальше. Вот регулированный винт уже уперся и дальше не крутится. Давление показывает 1,1 от бара. Теперь необходимо этот параметр 1,08 записать в раздел нормальное давление, в разделе компенсации. С 1,1. Слегка поднимем давление и будет все нормально. Также с помощью адаптера можно обновить прошивку вашего блока управления ГБУ. Для этого есть специальная кнопочка и я обновлю прошивку, потому что у меня есть нагод свежее. Заходим в раздел разное и выбираем обновление прошивки ЭБУ. У меня здесь стояло 2013 года, есть 2014. Окей, пошло обновление. Сохраняем старую прошивку, называем ее какой-нибудь цифркой, допустим 1 и сохраняем. После обновления прошивки необходимо сделать авторегулировку, а также при замене каких-либо элементов газобаллонного оборудования. Заходим в авторегулировку, нажимаем старт, запускаем двигатель. Выбираем газ, у нас пропан, 5 форсунок, у меня ОМВЛ, поднимаем обороты выше 2500. После авторегулировки необходимо создать бензиновую карту. Для этого выезжаем на дорогу и проезжаем 5-10 километров. Вот в движении собирается карта бензиновая. Здорово, хорошие, скорость у меня сейчас около 50 километров в час, но можно добавить газу и подормозить. Вот бензиновая карта построена, теперь блокируем бензин и строим газовую. Нажимаем заблокировать бензин и едем на газу. Вот появилось меню рекомендовать модель, можно подобрать подходящую золотую середину между газом и бензином. Ставим галочку рекомендовать модель и пишем подстроить. После этого две модели будут подстроены. Проверяем дальше. Таким образом необходимо сделать регулировку около четырех раз и каждый раз устраивать новую модель, которую предлагает компьютер. Можно сделать своими руками, конечно, корректировку, но это тяжелее и дольше. После регулировки модель бензина и газа почти совпадают. Поэтому можно еще кончательно покататься, подогнать все полностью и все-таки расход будет меньше, чем мои 10 литров. Два графика. Синий это газ, красный это бензин. После регулировки необходимо заглушить двигатель, выключить сжигание и отсоединить адаптер от компьютера. Закрываем программу и отсоединяем адаптер от ноутбука. Теперь можно соединить адаптер от разъема диагностики. Очень аккуратно. И подсоединяем на место шнур кнопки управления видами топлива. После регулировки необходимо проверить работу кнопки управления видами топлива и провести заезд с замером количества газа, потраченным на 100 км. Включаем зажигание. Кнопка засветилась и вошла в режим работы. Заводим двигатель. Двигатель теплый и сразу перешел на газ. Таким образом небольшой шнур адаптер спас мой автомобиль. И ГБО-4 настроена как положено. Стоимость его небольшая, всего 200 гривен. И это намного экономнее, чем ехать на СТО и тратить свое время. Вы посмотрели видео о том, как своими руками отрегулировать систему ГБО-4 на своем автомобиле с помощью шнура адаптера. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok